Десять позже, наверное. Нам-то сообщили сразу, в тот же день. Он приехал сюда, вот, и рассказал. И ты стала расспрашивать, что ты расспрашивала? Ну, расспрашиваю, я не могу говорить, у меня сильно сохнет все. Сейчас я возьму сюда. Можем с водой, у меня пересыхает горло, все. Потихоньку. Как долго, в ночь это боялась? А лет это сколько прошло? Уже в 86-м году. Ты помнишь про звери-то загадку? Да, помню. Посмотри, мы пошли, там, где у нас сейчас колодец, маленько подальше, там, как ложбинка идет, где лагерный колодец, около костра. Ну, пошли мы с отцом Акимом, и долго нас нет. И в это время кто-то приехал с Кадникова, а она одна ничего не знает. И она теперь ждет, уже темняется, нас нету. А мы ушли посторонние. Где они? Что с нами? Она-то в лагере-то здесь, ничего вокруг не знает. Мы вернулись, что случилось? Ну, и мы говорим, тут задержка была из одного зверя. Зверя? Вот ей теперь загадка. А какой? Она говорит, а теперь отгадай. И вот она начинает, говорит, зверь какой? А он говорит, он на вас напал? Да нет, не нападал. А что ж ты так долго? А вот задержал нас, и из-за него пришлось нам долго там быть. В темноте уже пришли. Вот она разными наводящими вопросами пыталась вызвать, как этот зверь. А мог он сюда, и к ней там в лагерь прийти, зло сделать? Нет, не мог. И вот уже всякое-всякое. Так, ну, это трудно было узнать. Тогда мы уже ей раскрыли тайну. Где-то лежало у нас, а там камера лежала по крышке. И выдра туда залезла и зохла. А колодец, колодчик там, в самом колодчике, как бы, она лежала рядом-то. Но, ясное дело, у нас раздвигалось. Мы ее убрали. И вдвоем из-за этого зверя пришлось заново колодец расширять и укреплять. И ночью мы вырыли его. Вырыли, пришли, грязная. Из-за чего не пришли, зверь нам помешал. Мы ей такую загадку задали тогда. Я так пережила. Так пережила. Осталась там одна. Совершенно нигде никого живой души нет. Нет, это один из людей. Вокруг поля, далеко. Вот они ушли. Уже темнеет, уже ночь наступила. Все, я одна. И я уже начинаю решать. Думаю, что-то с ними случилось. Так не может быть. Один бы кто-то пришел. И сказал бы мне, ты там, жди или что. А так уже ночь наступает, а никого нет. Она одна в лагере, одна. Никого нет. Представь, одна. Я так пережила. Еще кто-то приехал, посторонний ее попугал. Игнатик, значит, так же нельзя делать. А потом вдруг вижу фары. Засветились фары. Машина, значит, едет легковая. Ой, как я обрадовалась. Как я всегда всю жизнь меня преследовала КГБ. Вот эта милиция, Бактин, Метан и все. Я их боялась. Но здесь я поняла, догадалась, что это идут какие-то власти. Что это что-то такое идет недоброе. Но для меня это было доброе. Я так обрадовалась, что живые люди едут. И они только подъехали, затормозили. Я на эту машину вот так бросила. Ой, вот так обрадовалась. Сейчас люди тут. И они меня тогда спрашивают, где Игнатий. Вот. А я говорю, что туда, говорю, пошел. Показала я в какую сторону. И я говорю, не знаю, нету. Что-то, наверное, случилось уже ночью. И нету, не возвращается. Я говорю, наверное, может быть, там какой-то зверь. А они говорят, что зверей здесь нету. Я говорю, ну, я не знаю. Они тогда говорят, ну, мы поехали. И сели и поехали в ту сторону, куда я показала. А потом, когда Игнатий с отцом Якимом пришли уже, я им рассказываю, что приезжали на машине. Кадиковский директор. Вот. Я говорю, что я показала, что вот в ту сторону. А отец Яким, говорит. Я спрашиваю, вы их видели? Отец Яким, говорит. Мы, говорит, пригнулись, когда они ехали. Ну, вы видели-то. Мы-то тоже боимся. Машина-то. Чего же разница? Мы, говорит, пригнулись, нас не видели. У меня уже тогда мысли пошли уже другим путем. Думаю, что же это значит? Почему же они пригнулись, чтобы их не видели? Я же думаю, я их-то так хорошо не знаю, как уже начинают мысли, думаю, может, отец Яким Сигнатием какое-то преступление там сделали, что они сказали, что мы со зверем боролись. Вот, значит, что-то, наверное, там было серьезное, что они пригнулись. Вот. И боялись, чтобы их люди не увидели. Ну, в общем, короче, а потом уже вот так вот оно все. Ну, я, конечно, очень-очень переезжала. Я уже стала строить планы, как же я отсюда теперь выберусь, дороги назад не знаю. Приехали мы с поезда 4 часа ночи, наверное, или когда, вот, и пришли туда. И все, я ничего не видела, куда шли, как шли, куда теперь идти. Вижу вдалеке столбы и огни горя. Я думаю, идти в сторону столбов, понимаю, что это дальнее, очень, что это далеко. И что я одна, и никого спросить, и не знаю, где я кого спросить могу, где найти человека какого-то. Ну, когда они... Молитва-то была какая-то, да? Да, молитва была уже... Уже, я не знаю, слов не было в молитве. Уже один был у меня страх, и душа вот такая сжатая, и только, Господи, ты меня как-то... Ты не смотри на оболочку, ты смотри на душу сейчас, потом вспоминать больше. Так, теперь расскажи, ты видела сон как-то, наклонилась там, с рыбками разговаривала-то? Какая вера у вас? Я не знаю, видела. Ну, интересно, расскажи, как это было? Ну, это было несколько лев подряд, разные сны. Это не в один день, не в один, а подряд. Ну, было такое, было, потому что я их люблю, животных всяких, вообще всяких. И снилось, что я осталась, наклонилась над прудом. Вот, и рыбки плавают. И я обращаюсь вот так, они так подплыли, я спрашиваю, я говорю, а вы скажите, вы верите в Бога? Они говорят, да, вот. А вы Богу молитесь? Да, они отвечают мне. То, что-то я еще спрашивала, я уже не помню. А потом такие же вопросы я задавала птицам. Птица, вот, я вот это помню в руке у меня, я ее спрашиваю, ты говорю, Иволга? А она говорит, нет, называют меня там, ну, какое-то название. Ласточка. Какой-то, нет, не ласточка, какой-то другой птицы. Вот, я говорю, а вы Бога верите? Да, говорит, верим. Я говорю, а ласточки верят? А эта птица говорит, ой, говорит, а ласточки очень верующие. У них, говорит, бывает такое, что они собираются, когда все вместе, они прославляют Бога. Вот. А я говорю, а среди вас, атисты есть? Я говорю, среди нас нет, а из воробьев бывают. Ну, сон же это, ну, вот такое приснится. Она говорит, у нас нет, а из воробьев бывают. Мне кажется, и про собак спрашивала. Угу. Про собак спрашивала, верующие. Угу. Еще было, слушай. Говорит, мы у Бога верим, но мы больше слушаемся сатану. Слушаемся еще? Больше сатану слушаем. Собаки? Да, собака. С нами собака, она освященная. У Бога верите? Очень умная, верующая. Верующая собака. Когда встают, он даже в виду не подашь, что я встаю, чтобы кого не разбудить. А днем орет, что выпустит меня на улицу. Да. Ну, это так давно все было уже. Очень давно. Я не хочу сказать. Сначала нехорошая, а потом я уже у меня как-то. Это я, я... Ну, вот первая мысль, которая была, я ее не скажу, я не хочу. Кстати, нехорошая была первая мысль. А потом уже... Меня уже вот это интересовало. Я-то на эту тему даже писал, говорил. В Америку ехал? Ну, да, я видела его. А слышала о нем, как он там живет? Ну, слышала. И еще слышала. Его видела. И когда уже в Америку ехал, он возвращался? И ты его видела? Как возвращался? Он гости приезжал просто. Приезжал сюда? Да. И после того, как в Америку уехал? Да. И я разговаривал с ним? Да. И еще? Он как, говорит, живут они? Ну, как, ну... Материально хорошо. А духовно? А духовно. Ну, ему подходит такая жизнь, ему нравится. А мне... Меня она устрашает. Правильно. Приезжал к нам наш близкий знакомый из баптистов, из отделенных. Иван Данилович Кошнарщук. И он рассказывал, все разложилось. Вот эта сладкая жизнь все расплавила. Вот они бросились там, в эти спорт там, везде. И одеваются по мирскому, по мирскому. Показывал он фотографии детей своих. Ну, они уже взрослые. Ну, да. Да, совершенно. Абсолютно накрашенные. Там мапки. Игнатий Тигныч, сколько не виделись? С кем со мной? Вы сколько не виделись? Я была там у них последний... Мы последний раз с вами, когда ездили в Минусинск, потом в этот... Петро... Пет... Как вы? Пет... Не при Петрограде, как Петра... Петропавловск. Да нет, ну, Ленинград бывший. А, Петербург? Вот. В Санкт-Петербург, когда заезжали. Вот тогда последний раз. Это в каком году? Это было... Это было... 87-м году, по-моему. Или в 88-м. 87-й год. Вот так. А не раньше? Нет, не раньше. В 86-м, если была встреча в Потеряевке, вы ездили, то последний раз получается 87-й. 87-й. Это год. Да, давно. Господь как сподобил Игнатий Тихоновича. А Владимир, этот отец Владимир Цветков, есть он, нет? Он с нами был тогда. Кто был? Цветков Владимир, отец Владимир. Он сам в Петербурге. И больше я с ним не встречался, но слышать слышал, по интернету находил его. Он священник, у него там паста, все. Этот, не в море, а как он там? В реке, в Лимане где-то? В Лимане. У вас есть электроники, что-нибудь есть там, слушать? DVD есть. DVD есть. А записывать, я не знаю, как ее. На DVD у вас можно смотреть, и даже как? Смотреть можно. Может было кое-что дать, но... Дать? Да. Дайте смотреть. Так надо с дороги, вот это я не знаю. Может, надо через компьютер закачивать. А, у нас компьютера нет. Приносят свои плоды. Потому что это путешествие, его нельзя ни придумать, ни повторить, ничего нет. Ни с чем ехать. А тут в каждой библиотеке мы 38 книг раскладываем, показываем. Отдельная книга, это у меня там встреча с Александром Мением, наши беседы. Батюшкой убитым. Так, сейчас я пойду, наверное, покармливаю собачку. Ты мне подошла. Не давайте уже, извините, уже я вас покармлю, потому что все горячее, чтобы оно не остыло. Хорошо. Вот это.